Друзья, всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Как вы видите, я в новом интерьере. Мы переехали в Натанию. Обязательно вам покажу рум-тур. Мне очень хочется показать нашу квартиру. Просто еще не все разложено по своим местам и такой немножко еще бардак. Не у каждой вещи есть свое место. Как только будет у квартиры тот вид, который меня устраивает, я вам обязательно покажу, где мы сейчас живем. А сегодня я хочу рассказать вам о бюрократии, с которой мы столкнулись в большом городе после Кибуца. Итак, мы переехали, перевезли все вещи, чемоданы, заселились в квартиру. И прямо с утра к 8 часам мы на следующий день поехали в Месрадо-Пним. Это на Иврите МВД. Мы туда поехали, чтобы сделать прописку. Все это очень легко. Берете номерок в электронной очереди. Ждали мы, наверное, минут 7, может быть, не очень долго. И очень быстро нам поменяли вкладыш в Таудат-Зеут. Старый забрали, новый выдали с пропиской в Натании. Месрадо-Пним нужно с собой взять договор на аренду квартиры или на покупку квартиры. И они быстренько все меняют. Занимает это буквально минуты 4, наверное, не больше. После этого мы поехали в городскую мэрию. И вот там несколько дел. Первое. Нужно, опять же, иметь с собой договор на квартиру. И нужно, чтобы в местной мэрии на вас записали арнону. Чтобы арнона приходила на ваше имя. И так как у новых репатриантов есть скидка на арнону, в течение первых двух лет можно получить на один год. Все это тоже делается в мэрии. У нас была такая ситуация, что в кибуце мы платили арнону, потому что думали, что в кибуце арнона всяко дешевле, чем в большом городе. Ну, в той же Натании. Поэтому в кибуце мы попросили, чтобы нам в полном объеме арнону начисляли. И поэтому здесь, чтобы нам сделали скидку на арнону, как для новых репатриантов, нам необходимы еще документы. То есть, если вы переезжаете из кибуца в город, заранее просите в администрации кибуца, чтобы вам дали справку, что вы платили арнону в полном объеме. Потому что без этой справки вам не дадут скидку на новом месте. Также в мэрии вам выдают документ, что вас записали на арнону и что теперь вы имеете право записаться в детский садик. Следующая инстанция, которая нам нужна, это Министерство образования. Я не знаю, как обстоят дела с детьми-школьниками, потому что у меня ребенку почти три года, он ходит в детский сад. Ну, расскажу вам, как обстоят дела с детскими садами. Подозреваю, что со школами примерно та же история. Вообще, как нам сказали, запись детских садов производится аж в январе, на сентябрь. То есть, как бы на следующий учебный год, аж в январе за полгода. Но так как мы переехали вот только что, естественно, нас тоже записали. Просто ограничен выбор. Когда, если бы вы подавали документы в январе, то вокруг дома, как правило, два, три, четыре детских сада. И вы, в принципе, можете выбрать, куда вы хотите, чтобы пошел ваш ребенок. Так как мы пришли уже поздно, то нам выбора не предоставили. Нам дали только один адрес, где, в общем-то, есть место. Я же рассказываю нашу историю. У меня ребенок ходил в садик в Кибуце. И здесь, чтобы ребенка записали в детский сад, в городской, нужна справка из Кибуца, что он не записан в детский сад там, в Кибуце. Ну, то есть, понимаете, да, чтобы он не был записан два раза. У нас этой справки не было, мы не знали, что она нужна. Но я быстро связалась с секретарем Кибуца по телефону. Я у нее попросила эту справку. И она мне очень оперативно скинула ее на электронную почту. И я ее скинула уже на электронную почту той девушки, которая нас записывала в детский сад в Министерстве образования. Все это очень сложно звучит. И действительно, мы на это потратили довольно много нервов и сил. Если бы мы все это знали заранее, то, конечно же, все эти справки, то, что мы платили Арнону, и то, что ребенок не записан на будущий учебный год в детский сад, все это надо было взять еще там заранее. Следующая инстанция, куда мы поехали, это банк. Вообще, в Израиле довольно сложная банковская система, во всяком случае, по сравнению с российской. Вкратце расскажу так, что на счету у вас может быть сколько угодно денег, но на карточке, которая привязана к вашему счету, у всех новых репатриантов есть лимит. На нашей карте конкретно лимит это 2000 шекелей. Чтобы вы понимали, мы купили холодильник по большой скидке за 3500 шекелей. То есть, чтобы вы понимали примерно сколько это 2000. И он у нас, соответственно, заканчивается раньше следующего месяца, когда снова открывают этот лимит. И, в общем, по этим делам мы поехали в банк попросить, чтобы нам лимит увеличили. Оказалось, что увеличить сейчас мы его не можем, потому что нас должны перевести в другое отделение банка. То есть, мы были привязаны к отделению банка на севере, в Киреатшмане. Сейчас мы должны быть привязаны к отделению банка в Нитании. Чтобы это сделать, на это тоже нужно время. Это нужно согласование с руководством банка. Руководство банка должно сказать, что да, я готов этих людей принять в свой банк, чтобы они пользовались именно услугами конкретно нашего банка. И, соответственно, все это должно произойти технически. Это тоже не один день. Это примерно неделя. И не спрашивайте меня, каким образом руководитель банка, руководитель отделения может отказать в приеме в этот банк людей. Я не знаю. Это очень странная система, правда. Но вот нам объяснили это так. По поводу очередей в банке. Естественно, как и во всех офисах, как и во всех инстанциях, есть электронная очередь. Но мы с ребенком просидели в банке больше полутора часов. Вот по этому талончику ждали своей очереди. Но в Израиле есть такая классная услуга, как заказать очередь в банке. Поэтому обязательно имейте в виду, что такая услуга есть. Пользуйтесь ей. Закажите заранее на сайте банка очередь, чтобы приходить к определенному времени, чтобы не мурыжить ребенка и, в общем-то, самим полтора часа не сидеть в очередях. Следующее, куда обязательно нужно сходить, это Министерство Алии интеграции. Отметится, что теперь вы живете здесь. Чтобы они вас знали. Кроме того, на данный момент мы не работаем. Я дома до сентября, как минимум, пока Макс не пойдет в садик. И Юра сейчас в процессе поиска работы, в процессе ожидания, собеседований, вот этого всего. Поэтому в Министерстве Алии интеграции нам нужно было оформить пособие по безработице. Его выплачивают всем семьям новых репатриантов, кто не работает или кто получает меньше определенной суммы. Для меня почему-то Министерство Алии интеграции было не на первом месте по значимости, куда нужно сходить и какие документы оформить. На самом деле туда надо было идти сразу после МВД, потому что пособие нам оформили только вот сейчас, а живем мы здесь почти неделю, плюс где-то неделю мы не работаем. То есть мы уволились заранее, чтобы собирать вещи, отвозить их. То есть где-то две недели мы уже не работаем, и мы уже могли бы получать пособие по безработице. Поэтому имейте это в виду, если вы не работаете на данном этапе, или если вы не нашли работу сразу после Ульпана, вы имеете право на получение пособия от Министерства Алии интеграции. По поводу очередей. Опять же, у нас на севере, где мы жили, очередей не было вообще. То есть мы в любое время, когда мы могли, когда нам было удобно, приезжали, и вообще не было очередей. Мы сразу же попадали к нашей ПКИДе. Мне вылетело слово, как будет ПКИДа на русском языке. В общем, к человеку, к менеджеру, который занимается именно нами, нашими документами. Здесь же абсолютно не так. Мы приехали тоже без очереди. Думали, ну, возьмем сейчас электронный номерок и подождем. Ничего подобного. И надо было записаться заранее. Или нас записали уже на месте, но записали только через день. То есть все вообще далеко не быстро проходит. Мы приехали минут за 10-15 до нашего времени. И мы просидели в очереди где-то, наверное, чуть больше часа, может быть, час 15. Там мы просидели тоже чуть больше часа. Все делается очень-очень-очень медленно. Женщина, естественно, русскоговорящая, но, так вот, знаете, еле печатает на компьютере. Плюс очень много данных. Когда мы были на Севере, очень много данных о нас не занесли. Поэтому она все это заносила, и все это очень долго. Потом у нее завис компьютер, потом у нее что-то не работало, потом она куда-то бегала, у кого-то что-то спрашивала. В общем, у нее мы просидели очень долго, хотя у нас вопросов было очень мало. Нам просто нужно было оформить документы на получение пособия и узнать насчет второго ульпана и профессионального ульпана. Поэтому имейте в виду, если вы с маленьким ребенком, вообще классно было бы его с кем-то оставить и самим туда съездить. У нас такой возможности нет, поэтому мы везде ездим с ним. Но имейте в виду, что такое может быть, какие-нибудь печеньки, игрушки, фрукты, все что угодно, все, что может его как-то отвлечь, развлечь, берите с собой. Потому что неизвестно, сколько можно просидеть в очередях. Последняя инстанция, которую нам осталось пройти, где мы еще не были, это Клолит. Это больничная касса. Мы изначально в аэропорту записали в больничную кассу Клолит. И нам нужно туда сходить, в регистратору, к администратору, чтобы, опять же, перенесли наши данные сюда. То есть, опять же, мы сейчас зарегистрированы там, на севере. И чтобы нас перенесли, зарегистрировали здесь, нам нужно прийти. Ну и, собственно, все. Это будет наша последняя инстанция. Подведем итоги. Расскажу еще раз, куда вам нужно обязательно сходить, когда вы переезжаете в другой город. Первое – это МВД, сделать новую прописку. Второе – это Министерство Алиинтеграции, оформить пособие по безработице. Ну и вообще отметиться, сказать, что вы вот такие вот и сейчас живете в этом месте. Третье – это мэрия. Это оформление документов на школу и детский садик. Это оформление документов на Арнону. Четвертое – это местное отделение банка, чтобы ваши данные перенесли в местное отделение, чтобы вы могли спокойно распоряжаться своим счетом из местного отделения банка. И пятое – это больничная касса. Опять же, перенести ваши данные именно в местное отделение больничной кассы. На этом наши приключения закончились. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!